вас приветствует альянс компания восток-запад один из наших клиентов которому некоторое количество времени назад передан вездеход создан и передан прибыл к нам на то и заодно была заявка а дайте мне что-нибудь поинтереснее помощнее в результате остановились на двигателе nissan кудешка 32 у него стоял мотор mercedes атмосфер ник nissan он посильнее в лошадях и серьезно получше посильнее в крутящем моменте то есть относительно 210 mercedes всех здесь 330 крутящий момент поэтому ничего нет проще выкинули 1 сейчас вот готовим к установке 2 данный двигатель довольно шустро по снегу по буграм при условии что еще турбина на низких оборотах подтягивает очень даже бодренько чувствует себя вездеходы с таким двигателем так всем добрый день с вами альянс компания восток-запад сегодня мы вам покажем установку сепаратора на наши вездеходы сепаратор служит у нас для отделения разных типов жидкостей устанавливается перед топливным фильтром в данном случае он установлен снаружи рядом с заборником обеспечивает также дополнительную фильтрацию топлива ну и главное его свойство он отделяет как бы жидкость ну вот вот от солярки очередной наш проект пригнаны к нам на ремоторизацию здесь была смена двигателя на nissan qd32 с его родной коробкой передач меняли 606 мотор было проделано достаточно большое количество работы но мало того что здесь вот надо просто поставить естественно нужно все пересобрать здесь все системы включая топливную включая систему охлаждения систему выбросов отработавших газов проводить пайпы и устанавливать сам и интеркуллер все жидкости сменены все залито все подогнано все работает систему охлаждения решили ее выделить перейти на силиконовые шланги отлично приспособлен к морозам он не теряет своей гибкости и не трескается здравствуйте альянс компании восток-запад приветствует вас за моей спиной машина на которой была произведена ремоторизация сейчас мы проводим испытания и сейчас очень интересный момент вокруг нас вот реально мокрый снег довольно высокий его уровень вот снег слежалый мокрый для любого типа вездеходной техники это очень тяжелое испытание несмотря на то что как бы среди остального прочих классов да мы здесь равно впереди планеты всей наверное так это всего лишь мое мнение вот я могу ошибаться но вот сегодня будет тоже очень интересный эксплуатационный опыт мы проверяем как машина показывает себя именно по тяжелому по тяжелым снежным условиям что покажет сегодняшний день мы увидим друзья небольшая демо версия к чему я это говорю что вот на самом деле вот здесь снежочек уже прикатанный да чуть-чуть тут вот дорога да но если но мы пойдем не по этому снегу вот я туда даже забираться не буду потому что ну потому что не буду а сюда я просто покажу вы готовы все готовы вот сейчас мы будем проверять вот куда мы зайдем вот кстати говоря друзья вот не отходя от кассы да когда вы ездите в нашем вездеходе в зимних условиях да и мужчины я к вам обращаюсь покурить и все прочее пожалуйста как вы вот старайтесь перейти через открытую дверь не пытайтесь десантироваться из вездехода потому что вы можете попасть вот реально в такую ситуацию как бы хорошо но предположим здесь я наверно как-нибудь выбраться смогу вот я снова на твердой земле вернее на твердом снегу это очень хорошо себя чувствую вот а тебя представьте ситуацию да вы сиганули из вездехода на вот так вот ушли хорошо в ногами куда если хорошо быть не вот не в таких ботинках это то место где я прыгал да да обратите внимание обратите внимание если вот не проваливается не проваливается из вездеход ну вот настолько глубоко как если бы ты представляете ситуацию вы прыгнули и ушли в снег ну вот хотя бы вот так да вот просто вот уровень снега у вас вот здесь фактически дверка то у вас вот и ручки то ваши вот и вокруг глубокий снег выбираться особенно если вы крупный будет очень непросто а если еще глубже уйдете поэтому очень с осторожностью десантируемся снег друзья мои глубокий и который кажется вам на самом деле не таким и глубоким но вот как-то так спасибо наглядно было показано проходимость вездехода было здесь шесть на по мокрому снегу при этом наши вездеход проваливается всего лишь на 20-30 сантиметров но люди считают то что снежное полотно снежная целина особенно мокрая это не препятствия часто еще пишут то что проедут там где мы ездим на девятки но здесь вы просто застряните вот мы выбрали квадратик на котором очень прекрасно и наглядно видно на какую глубину у нас уходит весь ход я напомню то что весит он четыре с половиной тонны ну вот взять ладонь получается по запястья взять тоже легковушку либо джип если он провалится больше чем его колесо и у него бампер будет уже зацелена цепляться в итоге он просто натолкать впереди себя снега вот этого мокрого с которым он справиться не сможет а у гусечного вездехода таких как в 206 у него мало удельное давление на грунт он не проваливается в толкание и нагребание снега перед собой и где ему не грозит и поэтому он с легкостью преодолевает глубокий снег мокрый снег и так далее он просто над можно так он естественно проваливается да на какую-то энное количество ну вот если брать вот целину но перед собой ничего не гребет а